Дай почитать. Дай почитать. Все просто. Ответ в книге Лили Кинг «Писатели и любовники». Главная героиня Камила в общении Кейси Пибоди уже шесть лет пишет свой великий американский роман. Поэтому хоть в гараже, а стол для работы по завету Вирджинии Волф нужен, и вечерняя работа официантки освобождают утро, но ни идеи, ни вдохновения все равно нет. Одно безденежье и безнадега. Повествование ведется самой Кейси. Мне оно показалось неровным, местами даже грубым. Ты ожидаешь тайм-мастерства, особенностей творческой лаборатории, но ожидания не оправдываются. Забавно, что ни любовь, ни писательство хоть и являются сюжетообразующими, определяющими не являются. В Кейси влюбляется сразу двое. Успешный писатель, воспитывающий двух сыновей Оливер. Она даже переедет к нему и его студент Сайлос. Весь роман, как ни странно, о бессмысленности, потерянности, никчемности, пустоте и отстраненности. Тем не менее, Кейси не теряет веры в себя, преодолевает жизненные катастрофы, продолжает писать свой роман и в конце успешно дописывает. Так происходит ее перерождение. В поиске, в переживаниях, в потерях она обретает себя, укрепляя дух и совершенствуя свой писательский дар. Много страниц в романе про работу официантка, еще больше про свидание, ухаживание. К сожалению, мало красивого, возвышенного, чистого, романтического. Все как-то отстраненно. Но совсем немного о той самой книге, которую пишет Кейси. Напомню, Лили Кинг прославился романом «Эйфория». Однако писатели и любовники оставляют двойственное впечатление. Может, еще из-за неудачного перевода и корректуры. Ну и, как обычно, хвалебные отзывы только фантик от соевой конфетки, обещающие изысканные настоящий шоколад. Жаль, идея была хорошая. 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать! Дай почитать! Дай почитать!